представьте себе идеальную картину когда каждый сотрудник на своем месте когда он заинтересован в конечном результате труда когда он открыт когда он готов прийти на помощь когда для него является важным внутренний клиент внешний клиент и он полностью открыт взаимодействием идеальный мир идеальный мир но на деле происходит совсем немного по-другому иногда сотрудники утаивают информацию старается сделать так чтобы кто-то другой работал больше почему это происходит нам нужно с вами попытаться разобраться в этом ведь если мы это не сделаем то получится как в но если мы это не сделаем то мы сможем стать заложниками ситуации и пытаясь вновь и вновь предлагать новые планы новые программы изменений все время упираться все время буксовать и тем самым оправдывать мнение тех людей которые люди до вас и так ничего не получится в этом случае я вспоминаю игру из своего детства которая называлась ну погоди это был такой простой и такая игровая приставка с четырьмя кнопками когда волк с корзиной пытался поймать яйца сыплющиеся с разных сторон такой вот если мы с вами не разберемся с тем что находится в головах у сотрудников если мы с вами не проанализируем а чем они живут из чего состоит корпоративная культура не проведем ее диагностику мы будем состоянии этого волка который будет то и дело валить падающие ловить мы будем состоянии того волка которого как мы будем состоянии того волка который будет ловить падающие с разных сторон яйца иногда пропуская их так вот чтобы не пропустить чтобы ваша компания конкретно имела так вот чтобы не пропустить и чтобы ваш план который вы хотите реализовать в компании имел успех нам необходимо провести несколько следующих шагов причем самое главное пытаясь работать с убеждениями сотрудников пытаясь работать с тем что принято что не принято мы должны быть очень осторожны потому что это не та тема которую решать быстро из насколько мы должны запастись терпением но результат стоит того